Сейчас покажем глубоко уважаемым любителям планерного спорта, планерный рай. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лёдных видов спорта! Показываю вам парапланерный рай, озеро Анси. Я здесь летал и немало, в своё время возил сюда группы. И очень скучаю по этому красивейшему месту, на самом деле. И озеро славится тем, что оно безумно чистое. То есть, как-то я первый раз, когда сюда приехал, смотрел, как плавают лебеди. И такое ощущение, что лебедь парит, прямо просто парит в этой воде. Сейчас я сделаю вам кружочки, я нечаянно попал в восходящий поток. Как раз будет удобно вам снять панорамку. Вот это вот место, почему оно, собственно, парапланерным райом считается? Во-первых, оно безумно красиво. Во-вторых, здесь несколько парапланерных стартов хороших. И круглый год здесь в огромном количестве летают как парапланеристы, так и дельтапланеристы. И, что интересно, здесь проводится... Здесь очень красивый город ещё, вот, собственно, сам Анси город. Вот крылышко показывает в конце. Ну и вот вокруг озера тоже вся эта система. Здесь мой друг Вася живёт. Сейчас покажу, где Вася живёт. Где-то вот... Вот там. Не-не-не, вру. Вот-вот там. И... Здесь проводится фестиваль фейерверков. Если вам не сложно, попробуйте, наберите фестиваль фейерверков озера Анси. И вам, скорее всего, YouTube тот же выдаст огромное количество роликов, как красиво можно посмотреть на фейерверки в августе. И одновременно ты видишь в небе, как вот эта вот феерия из красок, из взрывающихся огня вот этого всевозможного образуется. Так и отражение всего этого в озере. Был один раз я на этом фестивале. Это были незамываемые полтора часа. Очень, говорят, красиво, если удаётся выйти на яхточки, на лодочки непосредственно на это озеро. Это... Такое бывает вот в самом... Вот крыло показывает, самый конец озера, дальний конец озера. Там такой парк. Вот этот парк весь забит людьми. Вы там где-то там... Я уже даже не помню, где стояли. Но дико завидовали тем, кто имел возможность выйти на яхточке на воду и посмотреть. Всё ещё есть воды. Так что, во-первых, если вы будете посетить обязательно город Анси, я вам категорически рекомендую. А если вам будет возможность посетить фестиваль пейерверков, то я вам вдвойне категорически рекомендую. Ром, возьмёшь? Вот. И лети прямо на вершинку. Хорошо? Вот это вот хребет Тарави. Знаменитый. Почему знаменитый? Потому что, когда я был юным парапланилистом, я смотрел, как какой-то француз треугольник огромный летал. И вот он летел, поэтому я хорошо название помню. Хребет Тарави. И я тогда думал, смогу ли я когда-нибудь хоть взглянуть на этот хребет Тарави. Ну вот, взглянул. Мало того, я над ним летал на параплане. Очень неплохо. Погода здесь часто бывает. Видите, парапланы не могут выбраться. То есть вот они не висят, горка. Это очень частое состояние. Когда-нибудь там болтаются, болтаются. И парапланам с вот этих стартов достаточно сложно выбраться на вот эту высоту, на высоту вот этих зубьев. И такая погода здесь редкость, потому что чаще всего кромка облаков значительно ниже. И получается, что мы летаем, ну, парапланилисты летают тоже ниже. То есть вот, допустим, зуб. Вот характерный зуб. Часто удается только чуть выше этого зуба набрать. И сегодня уникальная достаточно погода. Кромка, судя по всему, 2,700 где-то. Вот мы сейчас наберем, посмотрим, проверим. Ну, я взял сейчас ручку. Очень у меня радостно, что такая удачная погодка, чтобы вам показать это прекраснейшее место. Здесь можно по горам походить очень красиво. Просто на машине поездить. Посмотрите, какая круга. Вид на Монблан увидеть. Монблан, собственно, вот, крыло показывает. Вот он в ту сторону совсем недалеко, километров до него 50, наверное, не больше. Здесь есть городочек Гран-Бурнан, в котором мы останавливались. Гран-Бурнан вот там. И туда даже летали маршруты. То есть мы... Вообще здесь на озере Аньси классический маршрут. Вот старт, который сейчас крыло показывает. Вот там старт есть. Дальше набор. Потом переход на вот этот вот зуб. Потом зубопрыжок на крокодил. Вот эта вот гора, куда крыло сейчас показывают. На противоположной стороне озера. Глаза крокодил. По крокодилу вкарабкиваешься. Опять перелетаешь озеро. И вот крыло показывает еще один старт. Туда приходишь и выпариваешь. То есть очень все. Такой называется малый круг в Аньси. Есть большой круг, более сложный маршрут. Когда... Сейчас покажу, куда она там надо слетать. Даже помню, скала называется Пармелан, Пармалан. В голове засела. Я даже высоту не набираю, вам все рассказываю. Так. Значит, вот после вот этого зуба. Где он там зуб-то? Зуб? Кс-кс-кс. Вот. Вот этот вот зуб. Нужно прыгнуть на скалу. Сейчас я вам покажу ее. Вот на эту. Оп. Вон она. Выпарить. Потом пройти туда подальше. И вот оттуда тогда уже через прям озеро само. Через прям город. Прыгнуть на низенький хребтик. Который, видите, прям в конце озера. Вот. Крыло показывает. Вот туда. И уже по этому хребтику вскарабкаться. Потом выше. Ну, то есть, это большой круг. Это достаточно сложный маршрут считается. Но саму просто полет вот здесь, когда ты летаешь на параплане и любуешься этими видами, ну, просто это уже праздник какой-то, я считаю. Согласитесь, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Мы же согласны, что это просто праздник какой-то. Так. Я хочу все-таки какой-то поток найти. А то я болтаюсь, как неизвестно что, неизвестно где. Все парапланы, парапланисты меня все засмеют, друзья. Скажут, что это такое? Не планер, а какой-то летающий лов. Вообще, на самом деле, вот это облако может работать достаточно медленно. Мы почти под кромкой. Да, 2,650. То есть, я все-таки набрал. 100-150 метров. Сейчас вроде как ядро. Идь. Мне просто очень хочется вам показать вот это вот обилие красок. Не знаю, передает камера, не передает. Я очень стараюсь это отснять. Потому что обожаю это место. Мне удается сюда слетать 3-4 раза за год. Вот в этом году четвертый. Потому что, как правило, мы носимся немножко вот там, где-то в районе Монглана. Там вот эти высокие горы. Ближе границы с Италией. А сюда не забираемся, потому что, повторю, погода здесь, как правило, хуже всегда. Но когда она выдается, хорошая погода, и удается так слетать, божественно. Еще немножечко о Гранд Барнанде. Вот крыло показывает городочек, там вот в конце вот того ущелья. Туда мы долетали. Прямо из Анси стартовали. И долетали. Почему мы выбирали часто для жизни вот этот городочек? Потому что там был холм, на котором была утренняя погода. Все-таки Анси место достаточно вечернее. То есть здесь после обеда лучше погода. Там в 2-3 часа дня вот она самая такая вкусная и яркая. А в Гранд Барнанде можно было начинать рано, рано утром. И это горнолыжный такой центр. Ну, тут вообще везде, куда ни плюнь, сплошные горнолыжи. Но там был очень удачный подъемник, который позволял с утра прыг, быстренько заехали на горку и полетели. А потом во второй половине дня мы часто сюда переезжали. Сейчас я поближе к парапланчику прилечу. Он-то явно набирает лучше. Смотрите. Вообще параплан и любовь моя, друзья. Что бы ни говорили, они там складываются, раскладываются. Во-первых, параплан хороший. Если он складывается, он прекрасно раскладывается. По сути, то, что параплан складывается, является его защитой. Он сам себя защищает тем самым. Сложился, потом внешнее воздействие ушло, он разложился. Процесс происходит быстро. Современные крылья очень надежны. Ну и посмотрите количество. То есть вот мы здесь сейчас... Какой-то один жалкий планер мой. Ну, может, еще какие-нибудь коллеги где-то летают. И посмотрите, какое огромное количество... Не знаю, видно вам на видео вот эту мошкару летающую. Огромное, безумное количество парапланов. При этом мы сейчас летим по Альпам. Мы их встретили просто... Вот сейчас были... Еще есть интерьер, где проводится вот этот костюмированный балл красивый. Тоже огромное количество парапланов видели. Ну, вот посмотрите, как меня он уделал. Вот он сейчас летает и думает... Да, планер. Фигня этот ваш планер. Я вон три спирали и на 100 метров выше. Именно так, да. Прав. То есть сейчас он крутит уже. Я вот, например, то, в чем он крутит, совершенно не могу взять. Поэтому я делаю вид, что мне уже не хочется. Не очень-то и высота была нужна. Зато, знаете, как я могу? Вот так. Я могу вот так. Раз. Двести. И помчались под грядой. Не очень там нам-то высота и нужна была. Куда я сейчас лечу? Лечу я сейчас в сторону Монблана. Собственно, как я говорил, до Монблана... Вот где вся энергия, кстати, была. Сюда надо было сразу лететь. Вот где поток. Мы сейчас по прямой набираем лучше, чем по кривой. Прямо по курсу Монблан. Вам пока его еще не видно. Скоро появится. И мы до его склонов сейчас дойдем. Наша задача будет потом вернуться домой. До дома 180 километров. Не так и много. Но с другой стороны не так и мало. Обязательно я сейчас пролечусь над Криптом Арави. Вот он. То есть у меня уже грандиозный план, что я буду делать. Кстати, видно Женевское озеро. Дымки вам, конечно, не видно. Но оно вот примерно туда, куда крыло показывает, чуть дальше. Женево и Женевское озеро. Под нами Хребе Тарави. Ну и Ферия. Планер. Парапланы. Монблан. Вот сейчас смотрится как раз, виден в облаках. Я вот сейчас кружочек сделаю рядом с парапланчиками. Красавцы. И вот ставочка как раз будет с Гранд Барнандом. Потому что тяжело очень было показать от озера Аньси. Мы прилетели вот оттуда. Вот Гранд Барнанд как раз. Склончик. Вот эти все долинки. Это все усыпано подъемниками. Зимой, если здесь катается, куча уютных шалешечек. Вот с этой вершинки мы стартовали. И бывало иногда вечером удавалось переплыть сюда на Хребе Тарави. И по нему погонять на параплане. Это, конечно, на планере клево гонять. Но вот ощущение этого хребта, конечно, параплан лучше дает. Ни с чем не передаваемое. Так, собственно, про Манблан. Манблана вершина вот сейчас появилась в кадре. Вот она. Видна в разрезе облаков. Беленькая. Прям, кстати, как по годовению волшебной палочки. Действительно. Очень нам повезло, что она открылась. Просто я думал, что вообще мы только увидим облака, облака, облака и ничего такого. Нет, Манбланчик виден. Собственно, задачей сегодняшнего дня было слетать к нему. Мы сейчас подлетим поближе, наверное. Но я хочу сейчас кадр сделать вам красивый. Видите ли, одна из вершин на Хребе. Я сейчас пройду с ней рядышком. Сделаю к ней круг. Там вот как раз на склонах какой-то планер болтается еще. Попробую какие-то красивые кадры сделать. Вот этот городочек не Шаманишем, а не дальше. Он как раз под Манбланом где-то. Ну вот тут тоже всякие разные красивые городочки. Бесконечно безумное совершенно количество горнолыжных подъемников. Это все просто все. Вот эта вся часть Альпы изрезана. Здесь довольно много осадков идет зимой. И поэтому все очень хорошо со снегом. У нас немножко в нашем регионе похуже. О, вот она вершинка, вокруг которой я хотел немножко вам сделать такой пролетик-облетик. Крест, который на ее верху, это нормально. Крестами здесь помечают как раз верхушки горок. Не то, что здесь с кем-то что-то случилось, а просто вершина. И вот вам феерический облет. Ветер у нас. Сейчас в ротор чуть залезет. О, альпинист. Йо, скалолаз точнее. Давайте мы поближе подлетим. Порадуем скалолаза. Я люблю радовать скалолазов. Они смотрят на нас и думают. О, прикольно. Летят на планере. Мы думаем. О, прикольно. Лезут по скалам. Посмотрите, вон они. Вон они лезут целым табуном. Сейчас кому поближе к ним пролетим. Вау, как я этого хотел. Как я хотел, как говорит Макс. Единственное, нас постоянно выкидывает все выше и выше. Сейчас я увеличу скорость. И попробуем. Раз, раз. Сфикировать. О, пробую. Прицелился. Вот они, смотрите. Во. Перегрузка. Так, видите? И теперь рядышком с теми, кто на вершинке. Вот они. Во. Во. Ой, друзья Это какой-то праздник Это просто праздник какой-то Вот прям Я, наверное, сейчас сделал, как я хотел Чтобы и найти каких-то вам скалолазов И вообще Сейчас осталось только красивый кадр с горкой сделать На каплирование И сказать вам Пишите, как вам понравилось До новых встреч, глубоко уважаемые любители ледных видов спорта До новых позитивных роликов Мэки гей